По поводу победы Хавьера Милея на президентских выборах в Аргентине сейчас начинается самое трудное, потому что тот набор качеств, который позволил Хавьеру провести успешную избирательную кампанию и выиграть на свою сторону избирателей, это совсем не тот набор качеств, который ему потребуется в кресле президента для того, чтобы реализовать проект реформ, который он обещал в своей предвыборной кампании. Более того, между этими качествами, которые позволяют проводить реформы, которые позволяют избираться, нет практически ничего общего. Они очень редко пересекаются. Мы только что видели это на примере Трампа. Трамп — это, наверное, идеальный электоральный политик, человек, который умеет проводить идеальную избирательную кампанию, является безупречным кандидатом в президенты, но, оказавшись в кресле президента во время своего первого срока, он не смог добиться практически ничего из того, что обещал, потому что все его решения саботировались его собственным кабинетом, потому что он не понимает, как работают бюрократические институты, не понимает, как работать с государственными институтами. То есть, был слабым президентом, потому что между тем, чтобы баллотироваться и тем, чтобы президентствовать, существует пропасть, и Милей сейчас может оказаться, рискует оказаться в таком же положении, потому что он не контролирует парламент, он не контролирует значительную часть региональной власти, которая, конечно, ему будет сопротивляться, будет находиться ему в оппозиции, вставлять палки в колеса, и, в общем, я не вижу каких-то перспектив системных к тому, чтобы он реализовал все те обещания, которые он так ярко и харизматично транслировал во время своей избирательной кампании. Это очень серьезная проблема для либертарианца в целом, потому что, конечно, Хавьер сейчас является лицом либертарианских реформ, и от этого уже никуда не денешься, потому что он эксплицительно себя называл либертарианцем, и делал это не просто неоднократно, а это его основная, единственная, наверное, идентичность, это не то, что он там сказал где-то в интервью, что он считает себя либертарианцем, нет, он, блин, прям либертарианец. И интересно будет смотреть, как он будет себя вести на посту президента, потому что, по факту, единственный способ для него выполнить свои президентские обещания, либо, по крайней мере, попытаться начать их выполнять, это собрать политическую волю в кулак и начать действовать жестко, так как на его месте, например, начал бы действовать какой-то леворадикальный политик. То есть мы понимаем, что левые политики, они никогда не считаются с оппозицией, они работают на результат, на достижение тех реформ, которые они считают для себя самыми важными. Мы это наблюдали, в частности, вот на примере Бразилии, в которой я сейчас нахожусь, где Болсонаро оказался гораздо более мягким президентом по отношению к оппозиции, чем Лула де Сильва, который первым делом, оказавшись в кресле президента, начал избавляться от Болсонаристов во всех государственных институтах, а самому Болсонаро запретил участвовать в следующем выборном цикле. Вот интересно, что будет делать Хавер Милей, хватит ли ему политической воли действовать жестко, настолько жестко, чтобы провести обещанные реформы, либо эти реформы так и останутся обещаниями, потому что вот в тех политических условиях, которые поставлен Хавер Милей, он их реализовать не может. Это как бы объективная реальность. Но желаем Хаверу, конечно, удачи, успеха. Аргентина заслуживает того, чтобы быть богатой и процветающей страной. Но опасности, опасности моря, и, прямо скажем, не все предложения Хавера Милея, они кажутся разумными и взвешенными даже с точки зрения какой-то там радикальной реформистской политики. То есть идея отказаться от собственной валюты в пользу доллара, она, прямо скажем, идиотская. То есть вот прямо идиотская, идиотская. Особенно в эпоху криптовалют, зачем подсаживать себя на чужую инфляцию, ставить себя в зависимости от чужого центробанка, там, где ты можешь быть абсолютно независимым от центробанка. И Хавер Милей почему-то об этом не говорит. И сейчас повторю, что идея именно долларизации, она абсолютно-абсолютно идиотская. И таких идиотских идей у него достаточно много. И давайте надеяться, что все-таки реализовывать он будет не их, а идеи по дерегуляции рынка, идеи по закрытию вот этих всех бессмысленных министерств. То, что он обещал делать, это все выглядит гораздо более привлекательно. Но весь этот эксперимент, он, конечно, связан с большим количеством рисков и с большим количеством неизвестности. Но сам факт того, что он был избран, сам факт того, что он победил на этих выборах, лишний раз показывает, что флустрация с устоявшимся статус-кво, она растет. И люди выбирают популистов с радикальными идеями тогда, когда они теряют веру в систему. И эту веру в систему, в бюрократическую, в сложившуюся, люди теряют повсеместно. И не случайно сейчас идет такая волна популизма не только в Аргентине, не только в Латинской Америке, но и в Соединенных Штатах, и в Европе. И вообще, в принципе, какую страну не хватишься везде? Везде превалируют эти настроения, потому что верхи действительно уже давно не хотят меняться. Они забронзовели, они не чувствуют общество, они от общества оторвались, не хотят его слышать, считают себя умнее, чем люди, которых они поставлены представлять, интересы которых они поставлены обслуживать. Это будет приводить к тому, что люди будут голосовать за все более и более радикальных политиков. Это абсолютно неизбежно. Это хорошие новости для либертарианцев. Но это хорошие новости для либертарианцев только в том случае, если либертарианские политики окажутся достаточно, во-первых, волевыми для того, чтобы проводить реформы, которые они обещают провести. Во-вторых, достаточно компетентными, чтобы это сделать. Образование у Хавиера Милея достаточно достойное. У него есть две магистрских степени в экономике. То есть он, в принципе, понимает, о чем говорит. Но снова академическое знание и политическая практика, и политическое разумение – это не совсем одно и то же. И насколько у Хавиера Милея есть это политическое разумение, мы будем сейчас с вами вместе следить, узнавать следующие четыре года. А, ну и если продолжать какие-то идеи Хавиера, с которыми я категорически не согласен, которые мне кажутся идиотскими, это, конечно, идея разорвать торговые отношения со странами, которые он называет коммунистическими. В списке есть Китай, Бразилия, Россия, еще какие-то страны, Иран. То есть это все хорошо звучит на словах, но это нереализуемый план в данной конкретной точке существования Аргентины. А если он его попытается реализовать, он рискует вернуть Аргентину, скажем так, в еще больший экономический кризис, чем тот, в котором она находится сегодня. Вот. Так что, действительно, ну, прямо скажем, результат скорее неожиданный. Я не исключал, что Хавиер Милея победит. Я давал этому... Но я думал, что это, скажем так, менее вероятно, чем более вероятно. Я давал шансам на победу его 30%. Понятно, что 30% – это огромный шанс, и было видно, что он невероятно популярен в Аргентине. Но все равно как бы такой приятный сюрприз, но приятный и тревожный сюрприз, потому что, еще раз повторю, ряд предложений, на мой взгляд, неразумный. И очень многое зависит от этого эксперимента. Очень многое зависит от того, насколько компетентным политиком окажется Хан Ви Хавиер, потому что, конечно, в случае какого-то большой неудачи окажется, что это скомпрометирует либертанское движение в целом. Чего делать не хотелось бы. Не хотелось бы, чтобы это произошло. Но если получится, то, соответственно, это даст и пуст морали, и надежду всему миру. Так что следим, наблюдаем. Спасибо.